Два серьезных дорожно-транспортных происшествия с разницей в один час произошли в Магнитогорске. В обоих случаях под колесами автомобиля оказались пешеходы. Один из пострадавших в результате аварии погиб. Подробнее о случившемся расскажем далее. В 16 часов 35 минут 17 октября случилось первое дорожно-транспортное происшествие с пешеходом. 59-летний водитель, управляя автомобилем Kia Rio, следовал по проспекту Ленина со стороны улицы Советской Армии в сторону улицы Грязнова. И в районе дома номер 93 по проспекту Ленина совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть, по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Подобная авария произошла более недели назад. 9 октября на том же регулируемом пешеходном переходе под колеса автомобиля попал молодой мужчина. Пешеход также решил перебежать проезжую часть на красный. С места ДТП он был госпитализирован с множественными травмами. У мальчика, который пострадал в аварии накануне, врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Как указал водитель в своем объяснении, он двигался на автомобиле по крайней левой полосе со скоростью около 50 км в час. Когда находился в непосредственной близости от перехода на проезжую часть, неожиданно выбежал пешеход. Увидев его, предпринял экстренные меры торможения и немного сместился влево. Предпринятые меры не позволили избежать столкновения правой передней частью автомобиля. По данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются очевидцы происшествия. Часом позже в Магнитогорске произошло смертельное ДТП с участием пешехода. 17 октября в 17.35 48-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Симбол», следовал по улице Галиулиной. В районе дома номер 11 совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения автомобиля. В результате наезда 55-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. Стаж водителя составляет 10 лет. Ранее за нарушение правил дорожного движения к административной ответственности он не привлекался. По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса России. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. Всего на территории города с начала года произошло 4750 дорожно-транспортных происшествий. В них пострадали 322 человека. 16 человек погибли.